Всем привет, друзья! А перед началом я хотел бы вам сказать спасибо. Спасибо за поддержку канала, как в комментариях, так и финансовую. Вы знаете, очень приятно что-то делать и видеть, как то, что ты делаешь, люди поддерживают, причем даже финансово. Ну, слушайте, это круто. Спасибо вам, друзья! Ну, а теперь вернемся к теме ролика. А тема у нас Украина. Перед уходом на покой Петр Порошенко подписал закон о украинском языке. Сегодня в прямом эфире он подписал закон об украинском языке как единственным государственным. Это было 15 мая. И вот сейчас, спустя два месяца, он вступил в силу. Украинская теперь обязательна для органов государственной влады и сферы обслуговывания. Нею мают владеть вчители, медики, нотариусы, прокуроры, суды, офицерский склад. При этом высшие государственные чиновники должны пройти специальные испытания. Украинскую варто разговаривать на работе, нею же должна звучать и реклама. Короче, тотальная украинизация. И по сути, этот закон можно назвать законом о запрете русского языка. Потому что миллионы людей на Украине разговаривают как раз-таки именно на русском языке. И тут в один момент им говорят, нет, теперь у нас все на украинском. По этому поводу созывается Совет Безопасности ООН. Закон по-прежнему вызывает озабоченности. УВКПЧ рекомендует, чтобы украинское правительство разработало на основе закона о языке закон о реализации прав национальных меньшинств Украины для обеспечения надлежащего баланса между защитой прав меньшинства и сохранением государственного языка как инструмента интеграции общества. Конечно же, на этом заседании с великолепной, на мой взгляд, речью выступил Василий Небензя, которую мы сейчас с вами посмотрим. Но перед тем, как мы продолжим, хочу вам порекомендовать отличный интернет-магазин Великорос. Всеми нам уже известный интернет-магазин Великорос с гордостью представляет новую линейку высококачественной одежды, созданную для спорта, активного отдыха и просто для комфортного времяпрепровождения. Футболки из настоящей фламированной кулирной глади, в состав которой входят 100% чистые хлопковые волокна. Идеальное решение для жарких летних дней, ведь особенность ткани позволяет прекрасно пропускать воздух и позволяет коже дышать. Но в холодную погоду Вас согреет фирменный мужской джемпер Великорос с длинным рукавом, который выполнен из 100% хлопка премиум класса Pima. На ощупь очень приятный, проверил лично. Ну и спортивный костюм с узнаваемой символикой Великорос. Комфортная модель выполнена из высококачественного хлопка с использованием натурального футера, который отличается особенной прочностью и гигроскопичностью. К тому же глубокие карманы с крепкой застежкой не позволят выпасть содержимому, даже при самых резких движениях. Компания Великорос в очередной раз доказала, что вещи, сделанные в России, могут быть самого высокого качества. Ну а кто сделает заказ на сумму более 2000 рублей и укажет в комментариях к заказу то, что он от меня, то тот может выбрать себе подарок. Или одну из кружек Великорос. Или одну из кепок Великорос. Или вот такие трусы, вы не поверите, Великорос. Ссылка в описании. Ну а мы продолжим. Выступление Василия Небензи. Даю слово репрезентанте Руси. Благодарю вас, господин председатель. Вот знаете, мне в комментариях достаточно часто пишут, что я фанат Путина. Или что я кремлебот. Ну стандартные штампы такие. Но самое интересное, что у меня роликов о Путине вообще практически на канале нету. Я, наверное, фанат наших дипломатов на международных площадках. Я всегда с большим интересом смотрю их выступления. И даже в своих видео я стараюсь, когда показываю их выступления, не прерывать их. Так что не будем изменять традиции. И давайте посмотрим полную речь Василия Небензи. Без моих каких-то вставок. Мы признательны перуанскому председательству за созыв сегодняшнего заседания. Начать хотели бы вот с чего. Мы абсолютно согласны с тем, что защита и продвижение языка титульной нации это обязанность любого государства. В том числе Украины. И наша речь не против украинского, который, кстати, в России понимают, любят и уважают. А в защиту русского, искоренять которой предвзятая украинская власть принялась драконовскими, дремучими методами, накладывая запрет на общение на нем в большей части публичного пространства. Я даже не говорю о том, что это противоречит всем конвенциям по защите интересов национальных меньшинств и базовым правам человека. Это противоречит здравому смыслу и элементарным нормам цивилизованного поведения. Маленький пример из интервью кандидатов депутата Верховной Рады Украины и советника президента страны по политическим вопросам господина Патураева. В нем он предлагает переименовать русский язык в российский, а Россию в Москву, а также использовать русский язык в качестве оружия против нашей страны. Предваряю вопрос, который мы сегодня несомненно услышим. Какое отношение вопрос о языке имеет к повестке Совета Безопасности? Имеет прямое. Документ, подписанный бывшим президентом Украины Порошенко 15 мая, прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей одобренного резолюцией Совета Безопасности 2202. Поэтому все мы должны дать принципиальную и беспристрастную оценку новоявленного украинского закона. Надеюсь, что все наши коллеги сегодня смогут удержаться от соблазна вывести Киев за скобки заслуженной критики за этот закон или наполнить наше заседание иными сюжетами. Напомню, что сегодня вступают в силу основные положения документа, которые предусматривают жесточайшую принудительную украинизацию всех сторон жизни и постепенно вводят штрафы за неиспользование украинского языка. Русскоязычные граждане Украины будут практически лишены возможности получать образование на родном для них языке, включая школу и вузы. Я не буду здесь повторяться и приводить конкретные примеры из текста закона. Я это уже делал 20 мая. С тех пор никаких веских оснований относиться к закону иначе ни у нас, ни у русскоязычных украинцев не появилось. Этот сюжет не внутреннее дело Украины. Мы категорически не согласны с такой интерпретацией. Для тех, кто действительно разбирается в новейшей украинской истории, совершенно очевидно, что вопрос языковой и культурной идентичности лежит в самом центре того трагического разлома, который пережила эта страна после Майданного переворота 2014 года. Ведь именно угроза запрета жителям Крыма и Юго-Востока Украины на употребление русского языка в качестве официального, озвученной Майданной властью в первые дни после ее захвата, стала катализатором внутриукраинского разобщения и противостояния, приведшего страну к нынешнему непрекращающемуся кризисному состоянию и территориальному расколу. Соответственно, без регулирования этой проблемы в духе общественного консенсуса и гармонии никакого подлинного движения вперед к сплочению украинского общества и как следствие к прекращению внутриукраинского братоубийственного конфликта на востоке страны быть не может. Те, кто пытается покрывать любые действия Майданной власти, вслед за ней утверждают, что речь, дескать, идет о стандартных действиях, направленных на поддержку государственного языка по отношению к языкам национальных меньшинств. К таковым при этом относят и русскоязычных украинцев. Звучит вроде бы логично, но любой незаангажированный эксперт по Украине подтвердит, что к данной стране такая схема вряд ли применима. Русскоязычные граждане Украины не являются национальным меньшинством в классическом смысле этого слова. Если не брать официальную майданную статистику, согласно которой на Украине по-русски уже якобы практически не говорят, любые другие источники и опросы показывают, что русские на Украине по-прежнему являются родным или предпочтительным для общения большинства населения страны. Согласно данным Американского института Галлопа, в конце 2000-х годов 83% респондентов на Украине ответили, что русский является для них предпочтительным языком и крайне важным предметом для изучения их детьми в школе. Поисковик Гугл в 2014 году констатировал, что более 90% поисковых запросов на территорию Украины делаются на русском языке. Даже самые махровые майданные пропагандисты вынуждены признать, что для не менее четверти жителей Украины русский язык является родным. Неужели из этой статистики непонятно, что ограничительные и карательные меры в отношении русского языка в этой стране, чреватой как минимум ростом разобщения и социального противостояния? Кстати сказать, новая украинская власть, получившая в ходе последних президентских выборов поддержку 75% украинцев, с самого начала высказывала сомнения в правильности курса на насильственную украинизацию страны и формирование фактически языковой инквизиции. Вступившись в должность президента Владимира Зеленского и его команда неоднократно давали понять, что после формирования нового состава украинского парламента намерены уделить пристальное внимание неправомощности закона о госязыке. В парламенте Украины в Верховной Раде также есть масса вопросов к закону. 21 июня депутаты зарегистрировали в Конституционном суде Украины обращение относительно несоответствия закона о госязыке к конституции страны, его нарушений прав граждан на использование родного языка и, как следствие, создание атмосферы нетерпимости в обществе. А буквально сегодня в Раде зарегистрирован законопроект, предполагающий отмену закона о языке, который нарушает рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и европейскую хартию региональных языков. В этих условиях от нас с вами сегодня очень много зависит. Вы можете либо подыграть дискредитировавшим себя майданным политикам во главе с экс-президентом Порошенко и сделать вид, что закон о госязыке следует воспринимать спокойно и без критики, либо дать четкий сигнал, что борьба за сохранение национальной и культурной идентичности не должна сводиться к попранию прав русскоязычного населения. Порошенко, в частности, на днях прямо заявил, что пока Зеленский разговаривает по-русски, в стране угрожает опасность. Угрозы в его адрес в этой связи неоднократно поступали от других деятелей Майдана националистического толка. Внутри Украины нет консенсуса по языковому вопросу. Принятие закона о языке было сугубо политическим решением, не учитывающим мнение населения Украины. Текущая обстановка в стране и особенности многонационального украинского общества. Господин председатель, с тем, чтобы не подыгрывать подобные извращенные и крайне опасные для Украины логики, предлагаем сегодня послать четкий сигнал о поддержке членов Совета Безопасности курса на единство и сплочение украинцев вместо их разделения. Только в этом случае мы с вами не на словах, а на деле сможем доказать нашу общую приверженность минским договоренностям, от выполнения которых Украина всячески уклонялась. Благодарю вас. Вот такая, на мой взгляд, отличная речь Василии Небензи была на заседании Совета Безопасности ООН. И вот знаете, что я думаю? Ведь язык это одно из связывающих народы звеньев. И люди, которые побыли у власти пять лет, они решили это звено выкинуть. У нас с Украиной общая история, общая культура, менталитет плюс-минус одинаковый. И люди, которые пришли на волне переворота, хотят все это разорвать. И хорошо, что такие заседания проходят, такие речи звучат на международных площадках. Мне кажется, это очень важно. Ну, а у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за внимание. Делитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok